Славься, Господь! Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире передача «Православный календарь». Вербное воскресенье, так обычно называют в народе, праздник входа Господня в Иерусалим. Православные христиане спешат в церковь с пучками пушистых верб. Людей охватывает радостное предчувствие через неделю Пасха. Но причем здесь вербы, о которых ничего не знали евангельские герои? Каков вообще исторический смысл праздника? Об этом узнаем прямо сейчас. Ранняя весна, 30-й год нашей эры. В Иерусалим уже прибыл военный губернатор иудеи Понтий Пилат, чтобы наблюдать за мятежными подданными. Скоро еврейская Пасха, и за шесть дней до нее Христос направляется к городским воротам, словно желая воссесть на принадлежащий ему царский престол, впервые позволяя называть себя царем. Перед своими крестными страданиями Господь вместе с своими учениками пришел в город Иерусалим, зная о том, что там Он примет крестные муки и будет совершено дело искупления рода человеческого. Под Иисусом не боевой конь, а кроткий осел, символизирующий мир. Еврейский народ ожидал мессию на протяжении долгих тысячелетий. И люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат «Асанна! Спасай нас!». Они ждут, что Он явит божественную силу, и ненавистные римские оккупанты будут уничтожены. И тогда придет вечное мессианское царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы и изменять политическое устройство мира. Накануне празднования входа Господня в Иерусалим, в субботу, Церковь вспоминает удивительное событие евангельской истории – воскрешение Лазаря четверодневного. Иисус Христос воскресил своего друга Лазаря. Когда Господь пришел в Вифанию, где жил его друг Лазаря, и вот ему сказала сестра Лазаря о том, что Лазарь четыре дня назад уже умер. То есть он сильно болел, и умер, его похоронили, не дождавшись Христа. Вот как пишется в Евангелии, Господь даже прослезился, узнав о том, что умер его близкий друг. И он повелел показать ему место, где похоронили Лазаря. Но его предупреждают ученики, говорят о том, что уже четыре дня, как он похоронен, и от него уже идет запах, то есть уже тело имеет тление и разлагается. Но Господь все равно идет к этой гробнице, убирают камень от двери гроба, и Господь обращается, говорит, Лазарь иди вон, то есть Лазарь и зыдзи. И вот к ужасу и удивлению всех бывших там людей, Лазарь воскрешается Господом и выходит повитый погребальными пеленами. Это чудо за несколько дней до своей смерти Христос явил не случайно. Он знал, что наступают его последние дни. Знал, что многие отрекутся от него. Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель за скорбью смотрел на него. Он заплакал о Святом Граде, ибо знал, что народ отвергнет Сына Божия и погибнет, как погибает все, что отвергает источник вечной жизни. А город будет разрушен. Пройдет совсем немного времени, и восторженная Асанна сменится жестоким и беспощадным. Распни, распни его! Но почему же это случилось? А случилось это потому, что Господь пришел для того, чтобы искупить род человеческий от греха, проклятия и смерти. Но народ израильский ждал совершенно другого мессии. Он ждал земного царя, который освободит их от иго Римской империи и сделает этот народ царственным, то есть главным на земле. Народ окрылило чудо воскрешения Лазаря, а весть о чуде мигом облетела весь вифлеенский народ. Множество народа вышло навстречу ему, восклицая Асанна, благословен грядущего имя Господне. Люди снимали с себя одежды и выселали путь спасителю. Другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. Так объясняется главная традиция праздника. Просто в России пальмовые ветви заменяют вербой, а сам праздник называют вербным воскресеньем. В этот день православные храмы переполнены народом. Люди стоят, держа в руках вербы и зажженные свечи, чествую великий вход царя славы на вольные страдания. И, конечно же, после вербного воскресенья у нас начинается страстная неделя, неделя строгого поста, неделя особой молитвы. Когда мы вспоминаем, в первые дни вспоминаем о страданиях Господа, в среду вспоминаем предательство Иуды и Христа, и в пятницу вспоминаем распятие и погребение Господня. Ну и, конечно же, в субботу мы уже вспоминаем о воскресенье, и пасхальная служба будет совершаться во всех храмах нашего района, как и положено. В половине 12 ночи начнется богослужение, в 12 часов ночи будет начинаться крестный ход. И надеюсь, что в этом году, как и в прошлые годы, в наш город будет доставлен богатый огонь с города Иерусалима. Протяжный гудук тепловоза, стук колес по рельсам, загадочность железной дороги, манящей дальними городами и странами. Когда-то здесь не было никакого поселения, что и говорить о том, что здесь никогда не было храма. Населенный пункт образовался только в 1953 году по причине строительства здесь железной дороги. Это станция Калейкино, расположенная в 12 километрах от Альметьевска. Так, поселение, образовавшееся рядом с железной дорогой, стало словно пристанищем для всякого. Русских, кряшины, мордва, чуваши и не только, прихожан было немало, представители самых разных национальностей. Солянка. И эта солянка породила такую замечательную любовь не только друг к другу, у них очень дружные отношения вообще на всей станции у людей, но и породила любовь к храму. Господи Иисусе Кристос. Когда в 90-е годы здесь сформировался православный приход, верующие ходили молиться в церковь соседнего села, что всякий раз становилось большим испытанием для прихожан. Автобусы в село ходили непостоянно, а пожилые люди с трудом преодолевали даже небольшие расстояния. И тогда у верующих появилась идея создать свой собственный храм. Рассказывая о тех временах, вспоминают верующую Татьяну Зиганшину. Ее называют основателем церковного прихода на станции Калейкино. Были тяжелые тропы, потому что в нас не очень верили, мало верили, что у нас вот все это будет. Ходили везде, просили, доказывали, что будет народ приходить. Является тем семечком, которое посадили в землю, она с собой жертвует. Семечка, умирая, рождает новые колоссия, даже 50 или 100 штук. Точно так же она жертвует всем своим временем. У нее горел дом, она сама горела. Она вот, пройдя через очень многие испытания, пришла к выводу о том, что действительно здесь необходим храм. Для себя она, по крайней мере, так решила. И она делает все, чтобы здесь был не просто храм, а действительно церковная община. Избранная Духом Божьим, от велен власть. 2011 год. В жизни православных жителей Альметьевска произошло радостное событие. В город привезены мощи блаженной Матроны Московской. В это же время было принято решение о строительстве храма станции Калейкино. Назвать его было решено в честь Матроны Московской. Первая служба прошла прямо на улице, рядом со стеллой, павшим воином. У православных калейкинцев тогда не было ничего, одна только вера в Бога. У нас не было ни здания, ничего. Просто священник, кадила и люди, которые стояли за священником, молились о том, что первая служба была 22 июня, как вы знаете, это день, когда фашистские войска напали на Советский Союз, на Россию. Именно в этот день мы упоминали всех тех людей, которые пали за наше с вами Отечество. Но кто знал, что это было только началом тяжелых испытаний. Здание под священное место удалось найти, но даже за два с половиной года не удалось выкупить окончательно. В этих стенах раньше был продовольственный магазин. Всем, чем можно, к сожалению, наверное, сатана уж, скажем так, пытается не допустить того, чтобы здесь был построен храм. Хотя он стоит, здесь люди молятся, причащаются. Из этого здания больше уже ничего не сделаешь, здесь раньше был магазин. И первоначально вообще планировала Райпо, мол, мы давайте вам половину здания отдадим, в половину здания будет магазин, а вы уже здесь половину здания храм возьмете. Ну, мы сказали, как так можно в одном месте продавать, в одном же месте продавать и водку с сигаретами, да, и в одном же месте молиться. Нас просто другие люди не поймут, да и это вообще, ну, как бы, не благовение, не по-божески. Но верующие не сдавались. Своими силами в здании бывшего магазина был сделан ремонт, в храме появился резной деревянный иконостас, на стенах разместились иконы. За два с половиной года, что существует храм, из ничего появилось то, что мы видим сейчас. Глава обратил на нас внимание, мы как бы с ним общались, он содействовал и поднятию купола, и крыша была покрыта при его содействии новым металлом. На этом месте будет построен храм. Это надпись «Большая надежда в жизни православных жителей станции». А пока прихожане молятся в стенах бывшего магазина. Прихожане храма, как большая семья, здесь невероятно спокойно и уютно, как дома, отмечают всякие приходящие. А главное, что в душах верующих, как и прежде, есть вера в Бога и силы, чтобы идти к мечте. Один профессор теологии сказал о седьмой заповеди. Около 50% всех человеческих несчастья вызвано прямым или непрямым нарушением этой заповеди. А апостол Павел советует христианам даже не говорить о посыдных грехах против этой заповеди. Только по необходимости для их превращения мы назовем некоторые грехи. Седьмая заповедь запрещает осквернение тела блудом или беспорядочными плотскими связями между людьми, не находящимися в супружестве. Эти грехи подразделяются на блуд и прелюбодейство. В чем разница, я поясню. То есть блуд – это когда сожительство незаконное незамужних и неженатых людей, свободных людей, скажем так. Но это, конечно же, большой грех, и Святая Церковь называет этот грех грехом смертным. Но еще больше грех – это когда случаются прелюбодействия. Прелюбодеяние – это когда супруги изменяют друг другу. Первые люди – Адам и Ева, сотворенные по образу и подобию Божьему, были предназначены творцом друг для друга. По замыслу Бога муж и жена должны быть и духовно неразрывными и составлять единое тело – одну плоть. В этом единстве следовало исполниться Божьему повелению, данному первым людям в раю – плодиться и размножаться и наполнять землю. Так на заре человечества Бог благословил супружескую любовь, рождение и воспитание детей. Этот союз первых людей был чист и целомудрен. И были оба ноги, и не стыдились друг друга. Священное Писание повествует нам о том, что после грехопадения человек начал все более и более удаляться от Творца. Само понимание любви исказилось, любовь между мужем и женой превратилась в похоть. Повсеместное распространение блуда позволило ему принять статус законности. В духовном понимании заповедь предписывает хранить целомудрие в мыслях, словах и поступках. Господь говорит нам, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если мы возьмем правила Святой Церкви, то заблуд христианин отлучался от Церкви на 7 лет, а за любодейство на 21 год. Это было страшное отлучение. Конечно же, сейчас нет таких строгих правил, потому что, к сожалению, мир лежит во зле, и мы живем в таком мире, который уже погряз в грехе. Поэтому, конечно же, мы не применяем такие строгие правила к своим прихожанам, но все равно нужно помнить и знать о том, что Господь видит все наши дела, видит наши сокровенные желания. И вот здесь надо обязательно помнить о том, что каждый из нас будет отдавать ответ перед Господом Богом. Любой человек, у которого есть хоть немного совести, переживает чувство вины из-за нарушения заповеди. Это как воровство, воровство доверия, чести и чистоты. Но люди начинают оправдывать себя за нарушение этой заповеди, обвиняя других, и чувствуя себя так, как будто не сделали ничего плохого. И это их довели до такого состояния. Человек, нарушивший эту заповедь, может обманывать себя, но в глубине души он понимает, что это грех. Прелюбодеяние разрушает брак. Конечно же, хотелось бы предупредить всех вас от этого греха, пожелать вам, чтобы вы жили в своих семьях в мире благополучия, ибо не может быть благополучия там, где есть измена, где нет искренней настоящей любви. Господь приводит нам пример церкви и Христа. И мы также должны любить своих супругов, должны любить в полной мере, помогать и доверять им, и чтобы никогда измена или какие-то сомнения не постигали наши сердца. На этом у нас все. А мы встретимся с вами в эфире ровно через две недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok